Народ, всем привет! Сегодня ролик про молочные продукты. Сегодня мы с вами находимся в штате Флорида, город Нейплс, на фермерском рынке. Давайте посмотрим, какие молочные продукты на прилавке обыкновенного сельского магазина, или точнее сказать, рынка. Давайте посмотрим, ну начнем мы с молока, и вот там вот закончимся возможными йогуртами. Так, итак, смотрим, смотрите. Вот это вот, какое-то вот несладкое молоко. С содержанием протеина. В общем, описано, понятно, что витамин, там, B12 и прочее. В общем, какое-то супер-пупер полезное молоко. Есть шоколадное молоко, здесь на 40% меньше сахара в шоколадном молоке. То есть, это, в общем, подслащенное молоко, шоколадное молоко. Вот, и, видимо, написано 50% больше кальция. Ну, в общем, вот такое какое-то специально обогащенное молоко. То есть, это из овса молоко делается. То есть, это как бы не совсем классическое молоко, да? То есть, вернее, совсем не классическое молоко. Так, кокосовое молоко, смотрите, вот такое вот 4,59 стоит. Здесь 5,99 за литр 42, литр 420. Так, здесь тоже 1,4 литра. Я уже сказал, что это овсяное, да, молоко? Значит, это у нас шоколадное, да, получается. То есть, здесь, в общем, целый бленд, видите, замешано. То есть, молоко кокосового ореха, потом almond milk. Так, и почему-то здесь нарисован шоколад, ну, а, потому что еще шоколад добавлен, больше кальция. То есть, в общем, это все тоже такие, скажем так, молочный напиток, я бы сказал, в большей части. Это соевое молоко с добавлением протеина, ну, везде примерно по 8 грамм они пишут. В общем, это маркетинг, я однозначно скажу. Так, good karma, flex milk, плюс протеин, повышенное содержание протеина. Ну, в принципе, это не сладкое, это ванильное молоко, овсяное молоко, и его вот здесь два вида еще вот такие, с пониженным содержанием жира, и, в общем, жирное типа молоко, но 100% веганское, то есть, здесь, в общем-то, ничего такого нету. Так, здесь давайте посмотрим классическое молоко. Вот это вот, видите, из цельного молока, шоколадный напиток, то же самое, а это у нас просто, видимо, да, это у нас просто молоко двухпроцентной жирностью. Так, ну, вот это вообще нижний ряд, это просто галлон молока, стандартная упаковка, и оно, в принципе, стоит, обратите внимание, 4,49 оно стоит, но при этом это низкожирное, 1%, и вот там вот это вот можно показать, это, скорее всего, оно 3%, наверное, 3 примерно жирности, но он почему-то странно не указан. Вот здесь вот 2%, видите, еще есть рисовое молоко, значит, ну, тоже, скорее, молочный напиток. Что здесь еще, давайте посмотрим. Ну, наверху у нас с кокосовым вкусом молоко из миндаля. Так, здесь тоже все, в общем, намешано. Да, здесь, в общем, и овес, и соя, и, как оно, миндаль. Так, значит, здесь, смотрите, какое миндаль и ванила, и, в общем, с добавлением, я так понимаю, меда. Да, то есть, видимо, так. Смотрите, с настоящими бананами тоже это, в общем, миндальное молоко с настоящими бананами. Ну, по крайней мере, так написано. Так, вот такой вот тоже алмандрис, несладкое молоко. Его хорошо добавлять себе в кофе или куда-то, или если кто-то просто пьет, кому нельзя настоящее молоко пить. Всего здесь, видите, 80 калорий, здесь типа 40 калорий на одну порцию, то есть, ну, видимо, на, там, 200 грамм. Здесь 1,89 литра, и стоит оно 4 доллара. Так, здесь с вами, давайте внизу посмотрим. Значит, это тоже у нас молоко, которое сделано из овса. Здесь у нас все такое, на 33% меньше сахара. Ну, это, в общем, видимо, классическое шоколадное молоко, по всей видимости, я не вижу других надписей. Да, ультрапастерилизованное, 2%, то есть, ну, просто меньше типа сахара, соответственно, типа меньший калорий. Значит, здесь у нас с вами классическое молоко, миндальное молоко, ну, оно с ванилином. Кстати, написано везде, простите, я сказал, что соя, нифига, соя без сои, без добавления соя, молоко, все это у нас. Так, миндальное, вот это вот чисто, если это с ванильным вкусом, это не сладкое, это со вкусом овес и миндаль, то вот это вот у нас, смотрите, чисто миндальное, вот это вот со вкусом, это вот уже, видимо, кофейный напиток. Да, кофейный напиток с добавлением молока миндального. Так, то же самое кофе, это как икс-экс-эспрессо, то есть, в общем-то, вот это все кофейные напитки, но они как бы с молоком, но с миндальным молоком с добавлением. Так, давайте, значит, вот это посмотрим, что это такое вообще непонятные штуки. Ну, в общем, я так подозреваю, это тоже кофе, кофейный напиток, точнее сказать. То есть, это все сделано 100%, видите, написано, что это тот таллинац, то есть, все сделано из миндаля, и, в общем, различные вкусы, но вот так оно выглядит, вот в банке непрозрачно, вот так оно выглядит в прозрачной вкусе, вот видите, вот, то есть, если его смешать, его, на самом деле, потрясти, вот у вас получится такой вот молочный напиток. Ну, вот, в принципе, все. И то же самое, только в маленькой упаковке, но на пробу, вот самое оно, кто хочет попробовать. У кого главные таллики на орехи, естественно. Смотрите, это, по всей видимости, гоголь-моголь, я так понимаю. Эгног, да, это гоголь-моголь, классический, который, в принципе, ну, все могут себе сделать сами, но вот такой вот я бы попробовал, честно говоря. Так, это у нас годмилк, это у нас козлячье молоко. О, козье, вот, козье молоко. В принципе, его здесь почему-то представлено всего в двух видах. Ну, посмотрим сейчас еще на прилавки с различными. Так, и из цельного молока шоколадное вот это вот молоко, вот такого вот, вот это вообще мелко-стайл, да, фактически. Ну, это обезжиренное молоко. Так, это я вам показал. Здесь вот этот весь ряд, в принципе, то же самое, только поменьше упаковка. Так, ребята, вот это вот то, что я вам показал. Надеюсь, вы все поняли уже неоднократно говорю, что 4,49 за галлон, да, 3,75. Вот здесь 3,78, точнее сказать, литра. А здесь полгаллона. И стоимость его 2,79. Но здесь молоко не дешевое, так скажем. Так, смотрим дальше. Здесь у нас до йогуртов идут яйца. Вот это вот, кстати, мне очень нравится. Я себе покупаю вот такую штуку. 6 долларов стоит. Штука готова. И вы знаете, в общем, мне вот это вот очень и очень. Видите, даже можно купить вот не такую открыть, а вот такую вот прям на порцию. То есть фактически получается у вас как будто вы купили яйца. Вот и сказано, да, что смарт капс. То есть у вас как бы одна сервировка вот эта вот фактически как одно получается. Как одно лицо, видимо, да? Да. Вот. Ну, то есть 2 скинули и, в общем, получили готовые. Мне очень удобно. Просто добавил все что угодно, когда вы, конечно, ну, не любите желток или не хотите париться. Очень удобно, самое главное, хранить мало в холодильнике места занимает. Я уже рачок, уберу разные вкусы. Они есть вот не только такие, есть с различными вкусами. Здесь, к сожалению, не представлены, но во многих магазинах есть с добавлением там всевозможных вкусов. Очень-очень рекомендую, кто хочет попробовать, кто не пробовал. Так. Ну, видите, да? То есть вот 4,99 за вот такие вот 6 штук – это утиные яйца. Значит, перепелиные яйца стоят 6 долларов. 6 долларов за коробочку. Здесь их 15. Почему-то 15 яиц. А наверху у нас это омлет готовый с цветной капустой. Это вот, ну, такой типа а-ля омлет. И, ребят, ну, не знаю зачем, но зачем-то продается каждый раз. Я вижу, видите, вот готовые отварные яйца 5,49 они стоят. Видимо, кто прям совсем не хочет заморачиваться, не покупать, не чистить, не готовить, не... Ну, в общем, он скупил 5,49 стоит. Ну, в принципе, если говорить о том, что вот такая упаковка, вот я сейчас не вижу здесь ценник, вот здесь вот 4 доллара. Вот они, видимо, все тут по 4 доллара стоят за... Получается, это у нас... Сколько у нас есть здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Надвинутый. Ну, 12, здесь все по тюжине, да. Тюжина яиц стоит 4 доллара. Вот здесь 5 долларов. И вот эти вот, я сейчас не вижу, вот, по-моему, здесь 18 яиц стоит 5 долларов. Ну, вот эти вот яйца я брал, очень хорошие яйца, на самом деле. Вот 3 доллара самые дешевые, которые я вижу за дюжину. Ну, вот такие вот. В Америке все яйца всегда, уже мы обсуждали это с американцами, всегда все мытые. То есть, в Америке не бывает не мытых яиц. Они все мытые, обработанные только другие. Просто запрещено продавать. Значит, ребят, здесь сливочное масло, видите, тоже относится, в принципе, к молочным продуктам. Ассортимент очень богатый. Вот это масло, ребята. Это тоже какое-то такое масло. В общем, с добавлением, видите, с чесноком, с черным трюфелем есть, даже с лимоном, да? Ну да, видимо. С медом, с клубникой. Это все, ну, это фактически, ребят, сливочное масло. 4 доллара стоит, но вот такой свежак-свежак. Надо будет, кстати, попробовать. Очень-очень, мне кажется. Сейчас скажу, что пробовал. Из вот этого всего я беру ирланское масло вот такое вот. Очень-очень вкусное. Оно бывает соленое, бывает и солено. Бывает с добавлением чеснока. Но, как бы, стандарт, вот это 4, 4,5 доллара. Мне очень-очень оно нравится. В общем, вот это вот, видите, написано Amish Style. То есть, Amish и делают вот такой вот кругляшок из масла за 3,89. Вот это вот растительное, видите, масло, видимо, авокадо и с солью оно. В общем, здесь что такое? Это, смотрите, корица и мед. Тоже масло. В общем, здесь идут всякие спреды, так называемые. Либо на основе масла, либо с маслом, с добавлением. Вот смотрите, какой-то вот такой, видите, спред тоже. Это чесночный. Ну, не знаю, все на любителей. Я брал какой-то там один из спредов. Мне, честно говоря, не очень сильно понравилось. Но надо пробовать. Вот эти, я думаю, должны быть очень вкусно. Особенно с черными труфлями тоже, в принципе, стоит, обратите внимание, 4 доллара. Хотя, по идее, с черными труфлями должно быть подороже. Вот, смотрите, с французским луком. В общем, опять с медом, видимо, только другим. А, тут еще корица есть и коричневый сафар. Это сливки, я так понимаю. Вот это вот тоже сливки, 4 доллара. Так, это все, наверное... А вот, смотрите, сливки макадамия. То есть, это, видимо, сделано из ореха макадамии. Значит, вот эти вот вещи добавляются в кофе. Вот они и внизу. Я уже неоднократно показывал. Я сам вот это вот такое вот добавляю. Очень-очень вкусно. То есть, это фактически заменитель сливок. Есть такие сухие, продаются. Но вот это в жидком виде. И очень-очень вкусно получается кофе. Не надо ни сахара отдельно добавлять, ни как искусство. То есть, очень насыщен, такой интересный вкус получается. Вот это все, видите, обратите внимание, вот это все с различными вкусами. Вот ванила, хазалнаты, вот сладкие сливки и оригинал. То есть, мне вот эти все вещи очень-очень нравятся. Очень удобно и здорово добавлять. Сливки, я так понимаю, видите, либо со вкусом овсянки, либо из овсяна. Снова овсянки сделано то же самое. Видите, алмонд и кокос. Так, что это такое? Это у нас, смотрите, какие тоже, видимо, сливки. Такое какое-то, видимо, это все-таки добавляется в кофе, судя по тому, что здесь вот есть обезжиренный и есть, в общем, вот такое вот. Ребята, в общем, молочный отдел сегодня у меня очень подробный и ассортиментный ряд у него очень широкий. Я думаю, что завтра я вам сделаю вторую часть по йогуртам отдельно, потому что молочка у нас растянулась прямо на какие-то, на какое-то длительное время, чтобы вы не утомлялись. Вы имеете право об этом знать. Спасибо вам большое. Как всегда, увидимся. Ждите вторую часть. Всем пока-пока. До завтра.